Нынче открылась охота, открывается охота 31 августа 2019 года на водоплавивших дичь утка, лысуха, гусь-гуменник. В общем-то нормы ничего нету, все по старой схеме. Выдавали предыдущие годы, нормы отстрела те же остались и прежние. Значит утка в день 5, 50 сезон, лысуха тоже 5 в день, 50 сезон, гусь-гуменник 2 в день, 10 за сезон, но серая ворона без ограничения. На сегодняшний день уже получили где-то здесь 3 человек охотников разрешение на Зональный район и на Салтон 50 охотников получили разрешение. Факты врагонерства, они в прошлом году были завесены, в этом году есть, значит нарушителей. В этом году мной было составлено 12 протоколов, по 8.37 часть 1, значит изъято было 4 единицы незаконного оружия, 4 единицы, значит в Прицинском районе одна единица, значит изъято в Троицком районе 2 единицы и в Быстром-Скоцком 2 единицы незаконного оружия. Незаконно охотники находились с оружием незаконным и все. Ну там вот допустим с незаконными оружиями, значит там милиция еще пишет им административный штраф получается, по милицейской линии походит, штраф накладывают и по нашей линии Минприрода. Получается два штрафа неудреть, да мы ездим систематически, можно сказать постоянно, бываем охоту, проверяем охотников, пользователей также проверяем. Ну как бы нарушений больших не выявляем. Народ как бы последнее время законопослужен становится, все меньше и меньше нарушаем. Но если допустим охотник, когда охота открыта, значит чтобы разрешение было на право, охота обязательно разрешение на право, хранение оружия обязательно проверяем. Охотник с собакой, значит должна быть собачка у него прибита, с документами. Да конечно совершенно не должно разрешения быть. Ну как бы стараемся постоянно ездить, вот с рыбой инспекцией постоянно в рейд ездим, с рыбой инспекцией, значит с охота пользователями ездим в рейды систематически, берем работников полиции с собой. Стараемся как бы чаще ездить, совместные рейды давать, в цели безопасности, так что группы легче работать. Работа наши деревья, Чайгулькин Александр, ездили производственные. Николай, тоже ездили производственные. Так что помогают, работаем, вместе ездим, совместно, по другим рывам мы выезжаем, работаем. Как бы за мной Петра Ивановна закреплена, так что парни помогают, у себя там порядок наводят, как бы у них там нормально все, жуликов нет, браконьеров как говорится, нет, обнаружителей. Вот ездим в них в рейд, смотрим там, занимаются биотехни, они все у них там как хорошо, и салонцы сделаны, все у них там работает, как говорится. Зимой подкормочные площадки делают, соль разводят, косулим, лосям, сено разводят, парни работают. У них порядок там, наконец-то как бы нет, приезжаешь, видно что люди работают, парни. У них каждый свой участок, когда-нибудь в район, когда работают, в принципе, не рекомендуется въезжать с кем-нибудь сюда. В принципе, в низком походе в дворах Егеревых, там весь общественный инспектора еще. Охраны все равно занимаются непосредственно по всему району, а по своим участкам, как бы там биотехни, как бы организации, все. Я желаю, чтобы были, как бы границы все это устроить, чтобы народ видел. И Дебисский район, и Салфоновский район, чтобы разграничить мои игры. Ну, естественно, по сороку злотных, а охрану как бы по себе с ним. Повядочные охотники самок не трогают. Ни глухаря, ни тетерина, оставляют со всех, и падают самок, с лошадь. В природе меньше ущедов бывает. Ну, и все разрешения поддаются не по учетам. Смотрят, смотрят, что это делается. Смотрят, кому сколько там дать, сколько с улиц стрелять можно, сколько в оседине стрелять, допустим. Сколько уже курсука, там, курсурка, все по учетам делается. Все знаем. И герят знают, где каждый звезд живет. Природу беречь надо, просто-напросто все. Нормально охотники они ее берегут, и знают, как пользуются, и стараются всем, будет закон послушным. Они сами понимают, что их ничего берегут для себя. Такое, не странно, что аврошные все люди там пошли, когда стреляют. В основном все такие послушные охотники. Сейчас осенние будут, там зимние бывают, на зайцы еще потом тоже будут. В 1 июля охота только на сурка. Ну, в 1 июля на сурка было. У нас в 2 августа не был сурка, а что в 1 июля на ух? Ну, разные сроки у нас. На сурка водоем, значит, водоем. Потом, значит, на сурка водоем, водоем. Потом бавер у нас пойдет. Утка, бавер. Сначала утка, потом баверы. Потом зайцы пойдут. Ну, зайцы следуют. На суроке, на суроке. Да, на суроке, на суроке, да. На суроке охоты не тридцать. Допустим, вот на водку, значит, с тридцать первая. То есть, он близко, соответственно, закрытый в колосельнике. Мрачный спарельник, будет рождение идет. Вот в весенних периодах он закрытый. То есть, ну, единственное, звучит охота на селезне и уток. Водоплавающие. И барабую. А так, как бы, круглый год практически. Все просчитывает, когда что-то. Ну, вообще, это прямой не было.